В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналисты информационной службы и я, Академия Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Высший антикоррупционный суд оштрафовал адвоката Михаила Карактюка за неявку на четыре судебных заседания подряд по скандальному делу Краяна. Сделать вовремя не могли или не хотели. Исполнительный комитет городского совета снова принимает запоздалые решения. Электросамокаты. В чем причина участившихся в дорожно-транспортных происшествиях? По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины за последние сутки COVID-19 заболели 40 одесситов. В целом по региону зарегистрированы 84 новых случая заболевания. По данным на 27 мая на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 114 пациентов с COVID. Из них 31 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 83 пациента. Из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на коронавирус. За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая у детей. Выздоровели 1260 жителей Одессы. Продолжают болеть 4800 одесситов. Высший антикоррупционный суд оштрафовал адвоката Михаила Каратюка за неявку без уважительных причин на четыре судебных заседания подряд по резонансному делу Одесского краяна. Такое решение приняла судебная коллегия под председательством Олега Ткаченко. Мэр Одессы Геннадия Труханова и еще пятерых фигурантов обвиняют в сговоре за владение 92 миллионами гривен из городского бюджета путем покупки завода по заведомо вдвое завышенной стоимости. Прокурор САП Валентин Мусияко просил оштрафовать Каратюка на 5000 гривен за три предыдущих неявки по неуважительным причинам. Однако суд оштрафовал его на сумму 13 620 гривен. В суд также в очередной раз не пришли адвокаты Михаил Каратюк и Сергей Лысенко. В то же время коллегия не будет обращаться в квалификационную комиссию адвокатуры, поскольку неявка этих защитников даже по неуважительным причинам не препятствовала бы рассмотрению дела, если бы не неожиданно с юридическим лицом. Оказалось, что Каратюк расторг договор и прекратил представлять общество с ограниченной ответственностью Development Elite якобы из-за бездействия клиента. Это фирма с признаками фиктивности. Именно на ее счета было перечислено 185 миллионов гривен для покупки завода банкрота «Краян». Столичные адвокаты, защищающие городской совет, заявили, что невозможно в таком случае провести подготовительное судебное заседание. Защиты обвиняемой их поддержали, однако суд продлил подготовительное заседание. Дело продолжат рассматривать 15 июня. Напомним, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала неуважительными причины неявки двух защитников на судебные заседания 31 марта, 14 апреля и 20 мая. Высший антикоррупционный суд 14 апреля во второй раз отложил подготовительное судебное заседание по резонансному делу о приобретении по завышенной цене административного здания завода «Краян», по которой одними из обвиняемых является одесский городской голова Геннадий Труханов. Заседание 31 марта также не произошло, в частности, из-за отпуска защитника. Кроме того, обвиняемый Кравченко не явился на прошлое судебное заседание, так как был на самоизоляции из-за коронавирусной болезни. Суд установил, что он не обращался к врачу. В конце концов, судьи признали причину его неявки уважительной. В феврале этого года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины удовлетворила жалобу прокурора на приговор Малиновского суда Одессы, который оправдал одесского городского голову и других фигурантов дела о приобретении здания завода «Краян» по завышенной цене. Позже такое решение объяснили противоречиями и взаимоисключениями в выводах Малиновского суда, а именно в действиях обвиняемых отсутствует состав преступления, или стороной обвинения не доказано, что стоимость помещения была завышена. В январе этого года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда выделила в отдельное производство материалы дела о покупке админздания бывшего завода «Краян» относительно обвиняемой оценщицы Галины Богдановой по состоянию здоровья. В декабре 2020 года судебные дебаты по резонансному делу мэра Одессы Геннадия Труханова по «Краяну» снова сорвались из-за неявки Богдановой. В марте 2019 специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила одесский муниципалитет в том, что за год он не предпринял никаких усилий для взыскания с общества «девелопмент элит» части средств, уплаченных за здание бывшего завода «Краян», которые не были арестованы. В октябре 2018 в Малиновский суд направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек, исполнителей схемы, среди которых действующий мэр Одессы. Суд рассматривал дело беспрецедентными темпами для украинской правосудной системы. И в конце концов, почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения судом, не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость. Расследование этого дела детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. Следствие настаивает, что одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 92 миллиона гривен. Коррупционную схему по убеждению детективов реализована под видом покупки здания «Краяна» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности основатель и руководитель, которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Правило лучше поздно, чем никогда не может быть руководством для органов власти. Одесские управленцы действуют именно так. На заседании исполнительного комитета городского совета снова принимали запоздалые решения. В мэрии вдруг вспомнили о европейском опыте создания крупных пешеходных зон в центре старых городов. Не одна-две улицы, а по нескольку свободных от транспорта. Правда только по выходным и праздникам. Это удобно пешеходам и выгодным бизнесу, доход которого увеличивается в такие дни в 3-4 раза. Разрешат проезд всем к своему дому, на работу и машинам инвалидов. Пешеходные зоны уже есть в центральной части города, но они разорваны между собой. То есть они уже существуют и пропозиция, по сути, объединить их в единую локацию, для того, чтобы была возможность организовать такие пешеходные маршруты. Как это будет выглядеть? То есть вы видите такое схематическое изображение. Это, прежде всего, будет перекрыто от улицы Грецкой, улицы Екатерининска, улицы Решильевска и улицы Пушкинска, а также будет полностью перекрыто для автомобиля улица Ланжероневска. Размер пешеходной зоны примерно 800 на 700 метров. Решение ограничить движение электрического индивидуального транспорта нужно было принимать сразу после его появления. В Мерии спохватились, когда начались столкновения самокатчиков с пешеходами на трассе здоровья. Это проблема всей страны. Чиновники поставили телегу впереди лошади. Разрешили бизнес, но не обеспечили безопасные условия эксплуатации нового вида транспорта. А все просто – разделить полосы движения, чтобы пешеходная зона не пересекалась с проезжей частью. Этого пока не сделали и делать не собираются. Они есть, но мы сейчас увеличим количество их, где въезд на трассу здоровья будет только разрешен велосипедом. Велосипедом, самокатом механическим, ролики. Исполком утвердил проект решения сессии о проведении поисковых работ на месте захоронения жертв сталинских репрессий. Останки их обнаружили краеведы еще в 2008 году. В районе 6-го километра авиапольской дороги захоронено как минимум 8 тысяч человек. Историки предполагают, что количество расстрелянных может быть в два раза больше. Возникает вопрос, почему раньше этого не было. Но мы его оставим без ответа так. Но мы сегодня, я благодарен членам исполнительного комитета, мы это делаем. Этим вопросом интересовались давно уже, 10-15 лет. И дипломатические миссии Польши, Германии, Израиля, другие. И были удивлены вот этим молчанием на те вопросы, которые они ставили. Вот и ответ. 7 лет администрация Геннадия Труханова не находила времени заняться исследованием захоронений. Наконец, давление иностранных дипломатов заставило подумать о сохранении исторической памяти. Также с опозданием в мэрии вспомнили о доме Гоголя. Вернее, о его развалинах. Пока здание стояло заброшенным, но почти целым, городская власть от него открещивалась. Там есть собственники, пусть и ремонтируют. А тут, после обрушения крыши и многочисленных выступлений общественников, дело, кажется, сдвинулось. Участие мэрии – формальное разрешение. Заказчиком по научно-проектной документации по противоречным работам выступило не ОСМД, а общество с ограниченной ответственностью «Хилл Инвест». У меня такой вопрос, какое отношение данная компания имеет к дому Гоголя. Хотя, насколько я понимаю, что ОСМД, возможно, и ООО «Хилл Инвест» – это, наверное, одни и те же люди. Я насчет людей не знаю, но это у них договорные отношения. А что касается начала работ, то они сейчас оформляют дозвил, обращаются в ГАСК, по-моему, сегодняшним числом в ГАСК, получают дозвил и, я надеюсь, до 10-го начнут работать. Это в нас уже вселяет уверенность, что если мы обсуждаем уже детали и технические вопросы, то, что действительно вопрос сдвинулся уже с мертвой точки, и мы увидим уже какое-то физическое движение. Городская администрация могла и должна была давно потребовать у собственников восстановление дома Гоголя. Как видно, у команды мэра есть более важные дела. Пешеходная зона по улице Филатова между домами 26 и 32 разбитая. Сплошные ямы и ухабы после дождя, лужи и болота. К сожалению, проблемы с тротуарами в Одессе чуть ли не на каждом шагу. Вот так выглядит одна из пешеходных зон в центре Черемушек. Улица Филатова, проход между домами 26 и 32. Сплошные ухабы, выбоины и ямы. Горожане возмущены. Ходить невозможно, если не ноги подворачивают, так обувь портят. Это в лучшем случае. Как можно сказать, что она хорошая? Тут яма на яме. Спотыкаюсь, а если еще ты будешь смотреть вперед, а не под ноги, то можно убиться. Я сколько раз уже спотыкалась, и туфли отклеивались, и колени. Потому что нет. Вот мне сейчас будут две руки полные бабушка несет. И если я подниму голову, то я могу с этими обедами споткнуться. Часто так бывает. Колени, как у маленьких детей. На футбольном поле. Хорошо, что просто колени побиты, но от падения последствия бывают разные. Также можно и сломать себе что-нибудь жизненно важное. Как показывает практика, переломы пожилых людей срастаются несколько месяцев. В некоторых случаях оставляют след на всю жизнь. И вот скажите, неужели невозможно найти деньги на этот небольшой участок тротуара и сделать жизнь одесситов чуточку легче? Во время непогоды лужи не знаешь, с какой стороны обойти. Тут же и проход к нерегулируемому пешеходному переходу. Он не заасфальтирован. Получается, чтобы пройти к зебре, нужно идти в болото. Либо перебегать дорогу в неположенном месте. Но остаться сухим и чистым. Оба варианта не фонтан. Горожане уже от бездействия департамента городского хозяйства и от безвыходности накидали бетонные столбики и камни, чтобы была хоть какая-то возможность подойти к переходу после осадков. Но вы же понимаете, что это не выход из ситуации. Когда идет дождь, и после дождя, и во время дождя, здесь лужа и пройти невозможно. Это при том, что здесь переход и школа. Школа, садик. И там школа, и там школа. Эти бедные детки, они прыгают неизвестно как. С рюкзаками, с портфелями, с колясками. Тут пройти невозможно. Неужели так тяжело было кинуть хоть какую-нибудь? Не надо такое делать. Не надо, ладно. Засыпьте хотя бы щебня. Элементарно. Делать ярмарки депутаты могут. Переделать детскую площадку со старой типа на новую, поставить еще одну качельку, это мы тоже умеем. А сделать что-то полезное и нужное, эта территория неизвестна чья. А попробуйте спилить дерево, будет штраф сумасшедший. Попробуйте сделать какое-то самоправство и посадить кустик, и приедет зелентрест. Никого до этого просто дела нет. А за ЖЭКи мы вообще мучаем. Ну, это ж ЖЭКовская территория. Туда смотрит ЖЭК, никому неизвестно. Вот так и живем. Кому интересно благоустраивать эту территорию? Никому. Тут же особо и подзаработать не на чем. Лучше плиточку перекладывать в одном и том же месте каждый год. Как, например, на Косвиной, после покупки городом админздания бывшего краяна. Перед ним коммунальщики уже три раза перекладывали плитку. Или же на обновленной части бульвара Жванецкого. Минимум вложений, максимум прибыли. Кому-то в карманчик. Вот этим одесские чиновники готовы хоть каждый день заниматься. Казалось бы, экологичный и безопасный на первый взгляд транспорт в Одессе стал причиной множества ДТП. Во всех за и против электросамокатов разбирались наши корреспонденты. В наше время мы переживаем настоящий бум электросамокатов, которые стремительно ворвались на улицы города, и день за днем их популярность растет. По всему Одесскому центру и в прибрежных районах можно увидеть десятки людей, управляющих ними. Также в городе появилось множество компаний, занимающихся арендой этих двухколесных. Вместе с тем остров стал вопрос об их опасности. Самокаты стали причиной многих ДТП в пешеходной зоне. Сегодня мы смотрим на европейские города, где этот электрический транспорт занимает лидирующие позиции, но не учитываем наши реалии. Руководство, к примеру, Стокгольма, Амстердама и других городов с комфортным проживанием и высоким уровнем экологии ратует за транспорт без выхлопных газов. И именно транспорт. У нас же самокаты, а часто и велосипеды, превратили в новый вид развлечения без правил и ограничений. Да и неудивительно. Дороги Одессы забиты автомобилями, специально отведенных дорожек для подобного транспорта практически нигде нет. Вот и превратили шальные велосипедисты и самокатчики, трассу здоровья, а порой и тротуары, уж точно не предназначенные для транспорта, в хоррор, где простому пешеходу достается задание выжить и не быть травмированным. Любители здорового образа жизни то и дело превышают скорость, нарушают правила. Наверное, стоит напомнить, что велосипедист также обязан подчиняться правилам дорожного движения, слезать со своего железного друга на тротуарах и на пешеходных переходах, не проезжать на красный свет. До снующих повсеместно самокатчиков законодательства не добралось. Можно было бы рассчитывать на здравый рассудок так называемых водителей и родителей, отправляющих своих чат на самокатах, скутерах и роликах в свободное плавание по пешеходным зонам, по залам супермаркетов. Но нет. Огромное количество дорожно-транспортных происшествий, падений и травм с участием наших гонщиков стало свидетельством обратного. Пришлось запретить на местном уровне данное развлечение на трассе здоровья, после и на тротуарах. Особо неравнодушные граждане стали расправляться с самокатами. Кто из-за расстройства, что прокатный бизнес полетел, кто из желания уничтожить опасный транспорт. Так, на Приморском бульваре 16 электросамокатов сбросили со склона, устроив подобие свалки из них. В Дюковском парке самокат утопили в пруду. Другой обнаружили в мусорном баке. Напомним, что два дня назад два человека, женщина, иностранка и ребенок, травмировались, упав с электросамокатов. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности. Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу номер один, еврейскую больницу. Похожий инцидент произошел на Думской площади. Там получил травму подросток, которого отвезли в детскую больницу. Недели раньше на трассе здоровья 21-летний парень упал с электросамоката. Во время покатушек ему навстречу двигался еще один водитель самоката и пешеход. В итоге он упал, столкнувшись с последним. Пострадавший ударился головой и сломал череп. Его доставили в больницу, где экстренно удаляли эпидуральную гематому, скопление крови между внутренней поверхностью черепа и наружным слоем твердой мозговой оболочки в голове. Теперь парню придется ходить с пластиной 50 на 50 миллиметров в голове, которую должны установить в ближайшие три месяца. Известный своими целебными свойствами Куяльницкий лиман перекрасился в красно-розовый цвет. Теперь одесситы и жители области могут наблюдать фантастические пейзажи лимана. Сейчас соцсети переполняют красочные фото розового Куяльницкого лимана. По мнению специалистов, такой цвет обусловлен сезонным размножением водорослей Дуналиэла Салина и присутствием в воде галлобактерий. Эти живые организмы в теплое время года в соленой воде начинают выделять красный пигмент. Таким образом окрашивают в розовый цвет сотни соленых водоемов по всему миру. На заметку, Дуналиэла Салина – вид одноклеточных зеленых водорослей, распространенный преимущественно в соленых морях. Один из немногих организмов, способных выживать в засоленных условиях. Им это позволяет высокая концентрация бета-кератина, который защищает водоросли от интенсивного светового излучения, и высокая концентрация глицерина. Эти качества позволяют выращивать водоросли и в коммерческих целях. Цветение растения обычно наблюдается каждый год в конце лета и держится до холодов. Голодный, истощенный и с травмированным глазом. В таком состоянии ежик пришел за помощью в Одесский зоопарк. В пресс-службе зоопарка отметили, что ежик – первый, кто самостоятельно обратился за помощью к людям. Он выглядел неважно и был истощен. Сотрудники зоопарка отнесли его в реабилитационный центр, где ему оказали первую помощь и накормили. Когда колючий комочек окрепнет, его отпустят на свободу. Также отметим, в Одесском зоопарке находится первый и единственный в городе реабилитационный центр для диких животных. Чаще всего попадают они сюда благодаря неравнодушным людям. В этом центре животных лечат, а затем отпускают их в привычную среду. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелем резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова